Центр фотографии имени братьев Люмьера открывает в Москве выставку каноны красоты Джованни Гастелло. Его имя хорошо известно в мире фэшн-индустрии, мире моды и дизайна. А работы предлагают зрителю оценить, насколько вариативно наше представление о красоте. Гастелло использует самую разную аппаратуру, от громоздких аналоговых камер до современных цифровых. Экспериментирует с выразительными средствами, но всегда остается узнаваем. Репортаж Шанны Щербаковой. Джованни Гастелло не только фотографирует звезд, но и сам звезда, а еще представитель знатного итальянского рода Висконти. С детства Гастелло окружала красота. Чувствует ее на генном уровне. Я в абсолютном восторге от Москвы. Я здесь впервые. Ваш город такой красивый, имперский, мощный, полон историй, как и моя страна, Италия. Джованни родился в Милане. Его дядя – знаменитый итальянский режиссер Лукино Висконти. Именно он познакомил будущего фотографа с миром искусства. Прежде всего, кинематографом. Джованни пробовал себя и в качестве актера, на театральной сцене и поэта. Но именно фотография стала главным делом его жизни. Я фотографирую людей, как если бы они были объектами, и объекты, как если бы они были людьми. Так Джованни Гастелло описывает свое творчество. Один из самых востребованных европейских портретистов мастер-фэшн-фотографии. Хотя для него все эти многочисленные обложки журналов скорее не мода, а искусство. Само искусство для Джованни – единый механизм, а фотография – поле для экспериментов. Он заимствует приемы из кино, литературы и создает нечто принципиально новое. Любит и Рафаэля, и поп-арт, каноны красоты Джованни Гастелло вне рамок. Я просто строю свой собственный мир. Он основан на красоте, элегантности и совершенстве. Признаться, я ничего не знаю реальности. Все, что за дверью, я этого не понимаю. На извечный вопрос, что такое красота, Джованни Гастелло отвечает неожиданно. Красота – это совокупность недостатков. В своих фотографиях он воспевает индивидуальность и естественность. И так уже 40 лет. Анна Щербакова, Андрей Тарасенко, Новости культуры. Новости культуры.